Свои скелеты в шкафу есть у многих успешных политиков. Поднять некоторые дела удалось нашему корреспонденту Константину Коковешникову. В этом году череда коррупционных скандалов пробила даже некогда нерушимую великую китайскую стену. В стране, где за коррупцию полагается смертная казнь, арестовали теперь уже бывшего министра железных дорог. Официально 58-летнего Люджи Дзюня отстранили за дисциплинарные нарушения. За свою подпись он просил от 2,5 до 4% суммы сделки. Как полагает прокуратура, главного железнодорожника Китая подвела страсть к женским юбкам. У секретаря партийной организации было сразу 10 любовниц. Любовные лавры не дают покоя премьер-министру Италии. В эту пятницу, уже в 51-й раз за последние 4 года, Сильвио Берлускони пережил голосование по доверию своему правительству. Я в трауре, национальном трауре. Я понимаю, что Берлускони очень умный. Из 60 миллионов итальянцев он смог сделать дураков. Общественное недовольство вызывают экономические проблемы. В стране и далеко не в последнюю очередь бурная личная жизнь лидера правоцентристов. Премьер-министр Италии прославился вечеринками в стиле бунга-бунга. Среди подруг Берлускони была замечена и Раиса Скоркина, модель из России. А не так давно в списке под условным названием «Гарем Сильвио» его опубликовала итальянская прокуратура. Оказалась фамилия украинки Марианны Ющак. Апофеозом стала история 17-летней танцовщицы по прозвищу Руби. По оценкам самого Берлускони, за 20 лет он побывал на 3000 судебных заседаний. Главе итальянского правительства вменяли подкуп судей, финансовые махинации и даже покровительство мафиозных группировок. Впрочем, последние обвинения – одни из самых серьезных. Берлускони рискует досидеть тремьерский срок совсем в другом месте. Впрочем, сам политик не ведет и бровью. Когда на этой неделе депутаты решали его судьбу, Берлускони жадно поглощал леденцы. Речь не о том, что слово одного человека выступает против слова другого. Нет. Все гораздо сложнее. Правда против лжи. И мы на стороне правды. Отличился и бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан. Свой пост он оставил после ареста американскими властями. Обвинение в изнасиловании выдвинуло горничное одного из нью-йоркских отелей. В июле Строскана освободили, но против него появился еще один иск. На этот раз от французской журналистки Тристан Банон. Расследование по этому делу прекратили в минувший четверг. Формулировка «изнасилование» уступила место насильственным действиям сексуального характера. А срок давности по этому преступлению три года уже прошел. Это возмутительно. Все зашло слишком далеко. Это лишний раз показывает, насколько Строскан себя обезопасил. Проиграв в полиции, пострадавшая журналистка делает ставку на своих потомков. На этой неделе в свет вышли ее мемуары. Художественная книга под названием «Бал лицемеров». Своего отбитчика Тристан Банон называют свиньей, бабуином и шимпанзе во время течки. Печальными последствия этой истории оказались и для самого Строскана. Главный конкурент действующего президента Франции, скорее всего, он откажется от участия в предвыборной гонке. На этом фоне наиболее привлекательным персонажем выглядит президент Сербии Борис Таджич. В 2009-м его оштрафовали за распитие спиртных напитков на футбольном матче. Победу национальной сборной политик решил отпраздновать фужером шампанского. Кроме него пострадали министр спорта, спикер столичного парламента и президент Футбольного союза. По решению суда каждого из них наказали на 416 евро. Константин Каковешников. Вместе.